Добро Добро уже имеют за плечами огромный опыт. В свои юные годы маленькие доброжелатели успели совершить больше хороших дел, чем многие взрослые за всю свою жизнь. Мне хочется помогать другим детям и просто дарить добро. И так я пришел в волонтерское движение. В будущем Иван мечтает стать юристом, однако юноша уверен, что и тогда не перестанет помогать детям. А вот Татьяна Федоровичева уже известна на всю область. Особенная девушка рисует невероятные картины. Когда-то и она нуждалась в помощи и поддержке, а сегодня дарит добро другим. Я проезжаю на мастер-классы, показываю мастер-классы по изобразительному искусству, декоративному прикладному и другим видам искусства. Этим самым я хочу приобщить детей молодой поколения, любить то, чем он интересуется. Почти каждый из волонтеров фонда и сам особенный ребенок. Как бывает нелегко в этом мире без добра, они знают на собственном примере. Историями из жизни ребята делятся с такими же детьми из реабилитационного центра восхождения. Даже во дворе ко мне дети подбегали и кричали, ты хромаешь, ты хромая, хромая. Я никогда не обращала на это внимания. У меня мама очень хорошая, и со мной работало очень много психологов. Они поднимали мне самооценку и всегда говорили, что все будет хорошо. И вскоре я сама выросла и начала понимать, что я нисколько не хуже других. Я даже в какой-то степени лучше. Я пришла к детям и говорю, нечего бояться. Вам это говорят, а вы не слушайте. Вы знаете, что впереди только хорошее. Руководитель волонтерского отряда давно мечтала помогать особенным детям. Тем, кому просто необходима поддержка и забота. Даре добро стало жизненным девизом женщины. Когда-то мне попались слова замечательного человека, Константин Ушинский. Если в человеке не разобьется интерес к добру, то он недолго пройдет по этой дороге. И я поняла, что чтобы дети наши стали хорошими, добрыми, нужно в них развивать интерес к добру. Прививать интерес к добру Эльвира начала с дочки Нины. Девушка тоже волонтер. Свои первые заработанные деньги Нина потратила на подарки для детей из реабилитационного центра. Вот, например, кто-то просит, ну вот в переходе там денежку. Я каждый раз прошу, мама, давай положим. Еще в магазине недавно была. Там тоже собирали мальчику на лечение. Я такая, прошу, мама, дай денежку. Мы вот положили. Каждый из ребят в отряде отвечает за свое дело. Кто-то готовит мастер-класс по живописи, кто-то по бисероплетению. Одни организовывают спортивные мероприятия, другие сценарные планы. Вот и в этот раз общими усилиями ребята привезли в реабилитационный центр мастер-класс по росписи имбирного печенья в канун Святого Праздника Пасхи. Мы украшаем глазурью пряники. Я бы хотела нацелять смайлик. Смайлик? Ну попробуй, давай, посмотри. Такие мероприятия для детишек проводят часто. Благодаря им они обретают новые знакомства, общаются, развиваются и, конечно, идут на поправку. Дети счастливы, когда им столько внимания. Вы понимаете, у них глаза открываются от того, что они интересны. Интересны не только своим родителям, своим учителям. Они интересны всем. Они приехали в совершенно новые учреждения. Здесь столько педагогов, здесь столько обслуживающих персонал, здесь столько гостей, которые приезжают, которые их любят за то, что они просто есть, что они дети. Немного добра от каждого, кто приложил руку к этой встрече, и десятки детей стали счастливее. Возможно, когда ребята подрастут, тоже станут волонтерами и вернут добро, подаренное им в двукратном размере. Три, четыре, два! Кристина Жакот, Константин Никитин, Новость Юлиановской Правды.